Я продвигаю концепцию игры-искусства на протяжении полутора лет. Как и в более привычном классическом искусстве, в играх есть и созерцание, и наслаждение образами. Но всё-таки они не про это. Искусство игр в том, как они вызывают эмоции через процесс, как приковывают внимание и заставляют в себя играть. Поэтому привет, с вами Алексей Луцай, и сегодня я расскажу об основных способах мотивации в геймдизайне. А в конце видео для многих из вас будет важная информация. Рекомендую досмотреть. Начнём. Геймдизайнер Джейн МакГонигал предполагает, что для мотивации нужно учитывать 4 желания игрока. Сытость, то есть хорошее вознаграждение. Перспектива успеха, ну, показать мельком, а что будет, когда ты достигнешь успеха, так сказать, возбудить аппетит, общение и значимость. Эти 4 принципа не означают, что мотивация каждого игрока состоит из 4 элементов, но подразумевает, что есть игроки, для которых важен успех, есть игроки, которым важно открывать новые механики и области, есть те, кто хочет общаться, или, наконец, те, кто хочет конкурировать с другими или просто быть замеченным. Но, оговорюсь, задача дизайнера не обязательно угодить каждому игроку. Иногда ему нужно пробудить в нем скрытую потребность мотивации. Ну вот пример с Death Stranding. Многие говорили, да зачем эти лайки, но сработало, потому что приятно. Дизайнер подумал, понял, что большая часть людей сидит в соцсетях и любит вознаграждение за свою активность, и просто перенес это в игру. Иначе, как объяснить такое количество людей, которые готовы создавать контент в интернете бесплатно ради внимания зрителя? Не буду скрывать, я сам обожаю лайки, когда вижу, что их много, сразу в кровь эндорфина. Проблема в том, что это как наркотик, радость длится недолго, поэтому ты берешься за новый контент, чтобы получать еще дозу. Надеюсь, вы поможете мне не слезать. Но все-таки основное, что должно зацепить в игре, первое, с чего стоит начинать, механика. И нет, она не должна быть оригинальной, это не главное. Почему в последнее время все чаще говорят о вызове в геймдизайне? Потому что он заставляет игрока почувствовать прогресс. Сначала он ничего не понимал, и у него получалось плохо, потом он кайфует от того, что овладел механикой. Суть в том, что нет тех, кто не любит учиться, просто каждому нужно подобрать подходящий предмет интереса, чтобы сыграть на тщеславе игрока. Ему надо постоянно показывать, что он стал сильнее, чем некоторое время назад. И если так подумать, то в соус-играх не абы какой геймплей. Удивляет ли там боевка каким-то невообразимым импактом? Да нет. Но отношение к этому простому инструментарию со стороны дизайнера очень бережное, поэтому ставку сделали на баланс. Баланс, который наделяет игру тактической составляющей. Раф Костер в книге «Теория веселья в игровом дизайне» написал, «Удовольствие от игры возникает благодаря мастерству, благодаря пониманию. Решение головоломок делает игру веселой. Другими словами, обучение — это наркотик». А вот суть многих RPG полностью противоположна экшен-ориентированным играм. Там скилл решает меньше. В экшенах вы либо просто круче своих противников, либо учитесь быть круче, либо в равных условиях с ними в случае многопользовательских, что, кстати, не факт, когда игра поломана прокачкой или серверами, где плохо сбалансированы новички и опытные игроки. А в RPG вы обычно слабак, и даже если хорошо умеете жать кнопки, это не имеет смысла, игра будет ощущаться сломанной. Поэтому вы хотите получить лучшие шмотки, оружие, деньги на них. Вы хотите владеть. Вас награждает постоянно, а получаемый уровень документирует статус завершения игры. К сожалению, это встречается куда чаще, чем введение новых приемов и геймплейных механик. Вот многие интересуются, почему все так влюблены в последнюю Зельду? И зачем ты, Алексей, вставляешь ее в пример в каждом видео? А потому что игра тоже мотивирует с помощью владения. Или о-владения новыми механиками и ситуациями. Там нет никаких уровней. Да, можно получить мощное оружие, но оно сломается, поэтому куда важнее, как ты будешь им драться. Оно под разные тактики, и ты можешь их менять на лету. Причем не надо прокачиваться, чтобы прочувствовать эффект. И хотя тут есть привычная слабая броня или броня понадежнее, и зачастую у них есть чисто геймплейные свойства. Одна поможет не замерзнуть, другая не помереть от жары, третья ходить быстрее по снегу и так далее. Да, ты хочешь завладеть большим количеством лута, но не только потому, что он выше по уровню, а из-за его возможностей. И эта механика протаскивает через всю игру. Хотя, чего я умничаю, иногда просто владения золотыми пушками или пустыми домами в опенворлде достаточно, и нет у этого никакой цели, кроме как выделиться. Потому что вы владеете. А классический гринд мотивирует благодаря самой примитивной прогрессии. Вот дали квест собрать столько-то единиц какой-то херни, ты начинаешь, но вместо того, чтобы бросить... О, осталось всего 10, а я выполнил уже половину, надо бы добить. А еще всегда разработчики раскидывают всяких растений, лута, которые по заданию не нужны, но ты думаешь, хм, не пропадать же? Я это еще смогу продать, перековать и достать новое оружие. А может еще и навык алхимии, кузнечного дела повысить. То есть владение и прогрессия идут рука об руку. И в итоге вместо одной примитивной цели у нас уже несколько, поэтому бросить сложно. Дальше штука еще более странная и вне геймплея. Статус. Ранг S, Silent Assassin и вот это все. На самом деле казуальная игра очень относительное понятие, просто ты можешь пройти ее не особо обучаясь механике. А вот ранги численно показывают процент владения. Да, это немного искусственно, но вы все равно отличите любителя и того, кто играет красиво, как профи. Поверьте, за свою мотивацию играть хорошо человек получает внимание, достаточно проверить ролики в духе Brutal Kills на ютубе. А в хардкорных играх вместо числового значения ранга у вас банально появляется возможность пройти дальше. Хорошо играешь, ну вот тебе еще кусочек контента. Особенность статуса в том, что он куда сильнее работает благодаря интеграциям вне геймплея. Например, достижения в профиле, опять же ролики на ютубе, с этим вообще интересно. Вот я не раз говорил, что правообладатели почти никогда не присылают жалобы на длинные куски геймплея в монтаже. И не только из-за того, что блогеры делают игре бесплатную рекламу, но и потому, что это часть социальной активности игроков за пределами игры. Вы смотрите чужие прохождения или победы над боссами, и это мотивирует пробовать еще и еще. Еще одна механика — ограничения. Мы ненавидим за это мобилки, хотя то же самое в РПГ. Ну, знаете, вы хотите исследовать новую территорию и просто получаете люлей от монстров выше вас по уровню. Тогда ты продолжаешь качаться, чтобы добраться до новой области, иногда вопреки ради маленькой дозы эндорфинов. Немногие игры грамотно подают такую механику. На моей памяти это Готика, например. Большую часть игры невозможно победить практически никого, поэтому ты должен использовать какие-то неочевидные возможности игры или хитрости, чтобы продвинуться. И это концептуально обосновано тем, что вы никто. В итоге нет проблемы, как в Ведьмаке. Почти легендарного героя побаиваются окружающие, но его легко побьет стражник на пять уровней выше. Раз уж пошли по мотивациям чем-то негативным, то еще разочарование. Ну, соус понятно. Кто-то бросает сразу, кто-то думает, ну, в следующий раз я буду действовать иначе и не пропущу эту атаку. Игрок периодически обвиняет себя, но продолжает, чтобы стать лучше. И я тут к мысли пришел. Очень люблю серию Хитман и Деус Эксы, но всегда бесил, что там тяжело действовать по ситуации. Пока в Хитмане вы работаете аккуратно, все круто, но после тревоги игра ломается. На вас бегут болванчики, кривая стрельба и удовольствия от такого геймплея мало. И вот если бы в игру завезли нормальную боевую систему, хороший экшен, то вы бы непременно прошли через уровень. Но в чем тогда смысл? Зачем стараться действовать аккуратно? Будет ли наказанием толпа врагов, которых вы сможете красиво уложить в Хитмане? Неа. А вот кривой экшен и шум, при котором поломаются мозги NPC, да. Звучит как оправдание плохой механики или убогого искусственного интеллекта, ну а как еще сделать Хитмана, чтобы игралось как Хитман? Splinter Cell Conviction пытались сделать действие по ситуации, но она далека от геймплея Splinter Cell. Хотя и неплохая. И, наконец, мотивация истории. Помимо банального «я хочу узнать, что будет дальше, играю ради катсцен», есть способы мотивации через подачу. Лор вместо геймплея — это каскадная подача информации. Для этого нужно тщательно исследовать игру, чтобы собрать общую картинку. Все те же соусы. Или ботва, где суть истории засела в потерянной памяти Линка, и ему надо помочь все вспомнить. Можно допустить, что это из-за лени сценаристов, но куда вероятнее недоговаривания нужно, чтобы удержать игрока. Формально закончив игру, вы не закройте гештальт и вернетесь назад. Противовес каскадной подаче — эпическое предназначение. Такие игры должны заставить игрока поверить, что они работают на достижение чего-то великого, чего-то сложнее их понимания. Ну, например, глобальные события в онлайн-играх, которые складываются в сюжетной линии продолжительностью в несколько лет. Ну и объединение Америки. Метафорически — объединение всех игроков. Я не могу иначе объяснить, почему все тратят время, чтобы строить дороги для других, зачем выполняют однообразные сайды. Конечно, тут замешанные статусы, владение новыми предметами и примитивные механики прогрессии с цифрами. Но есть же что-то, связывающее все это воедино. Может быть, чувство какого-то общего дела. Конечно, иногда эпичность — неподходящее слово. Я на одном дыхании пролетел в Days Gone не потому, что хотел узнать, чем все кончится. Но со мной срезонировала история дружбы Дикона с Бухарем и поиск с жены. Концептуально это простые истории, но для обычного человека — судьба его близких куда эпичнее будущего страны или поколений. А вот и обещанная информация в конце ролика. 2019 год подошел к концу, а вместе с ним и подошла к концу моя работа в ДТФ. Если честно, я не знаю, что тут добавить. Может быть, какую-то ретроспективу или поговорить о лучших видеоканалах. Наверное, все это будет бессмысленно. Но вкратце, ладно, давайте нарисую картинку. В 2018 году я пришел в ДТФ, монтировал ролики, озвучивал, писал какие-то сценарии, выходили огромные почти часовые видео о кино, об играх. В августе 2018 года мы с Пашей остались почти одни на канале и взяли дело в свои руки. До этого им почти никто не занимался, тут было 10-15 тысяч подписчиков. Я запустил цикл видеоигры — это искусство, мы стали усердно работать, и к декабрю здесь уже было 50 тысяч подписчиков, а вот спустя год, когда мы нашли еще авторов, почти собрали 200 тысяч. Денис Дудушкин, Юра, Даша, Ваня Расса, Динаня Тоска — мы делали для вас выпуски в самых разных жанрах. Это и эссе, и интервью, и даже попытки в документалке. В любом случае, мы старались развлечь, но так, чтобы вы поработали мозгами. В принципе, я считаю, получилось неплохо. Некоторые выпуски собирали прям огромное количество, огромное количество просмотров, ну, конечно, для нашего жанра, и это удивительно. Оказывается, люди действительно хотят смотреть что-то подобное. И я рад, что нам удалось вместе с ними встретиться. Я занимался продюсированием, старался донести до вас контент в максимально качественной, наполненной и простой для восприятия форме. Так что я, по возможности, прикасался к каждому видео на этом канале. И если что-то выходило не так, то в первую очередь это моя вина. Можете написать, насколько вам это не понравилось. А еще будет классно, если в комментариях вы, опять же, там, накидаете, с каким видео вы вообще пришли на этот канал, после чего увидели где-то репост или что-то такое. Будет приятно вспомнить точку невозврата, так сказать, для вас. И, наверное, для меня. Конечно, в этом году были и непростые моменты. Моменты истощения, когда мы слишком много работали по ночам, мало спали. Я к августу, например, почти почувствовал выгорание, но более-менее преодолел этот момент, и теперь все стабилизировалось. На канале остаются Паша Пивоваров, Аня Тоска, и я уверен, будет много новых классных ребят, которые, надеюсь, продолжат ту линию, которую в некотором смысле начал я. И, надеюсь, им будет действительно нравиться то, чем они занимаются. А меня вы сможете найти на моем личном канале, который так и называется «Луцай». Ну или можете вбить поисковик, там будет либо YouTube-канал, либо мой паблик ВК, либо Telegram-канал. Найти меня достаточно легко будет всегда. Даже если вы просто вобьете на YouTube, мои свежие видео, скорее всего, будут выдаваться с моей фамилией, потому что я ее прописываю в тегах, ну и так далее. Так что встретимся, насчет этого не волнуйтесь. А ухожу я работать в новое издание и YouTube-канал XYZ. Поэтому нас разделяет всего одна-две ссылки. В принципе, увидимся. Дней через семь будет свежий новый контент. Даже на этом канале еще выйдет один ролик со мной, который я уже смонтировал, но просто по определенным причинам мы его не смогли выпустить и отложили на январь. Так что никуда не расходитесь, не разбегайтесь, ребята, на этом канале. Обязательно еще сделают вам хорошо. И я тоже сделаю вам хорошо, с новым контентом, с новыми материалами, даже в новой команде или в сольном проекте. Поэтому не расстраивайтесь. Это просто что-то новое для всех нас. Будет весело. А вам я желаю в новом году заниматься тем делом, которое вам действительно доставляет удовольствие. Возможно, чтобы оно стало для вас чем-то большим, чем просто увлечение. Это важно. Для каждого важно заниматься любимой какой-то работой. Я свою лично люблю и вам того же желаю. Так что с Новым годом вас, ребята. А с вами был Алексей Луцай. Увидимся через неделю-полторы в новом видео, где бы вы, где бы я не был. Просто не пропадайте. Следите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok